Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркет с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим, размещаем аналитический контент по рынку фондовых активов, валютному рынку и рынку сырьевому. То есть точно найдете то, что вам по душе, чем можно поторговать прямо сегодня в каткосрочной, средней и долгосрочной перспективе. Ну что ж, прежде чем начать, хотелось бы всех вас поздравить, друзья, с крайне результативной торговой сессии вторника, потому что вчера у нас были выбиты по сути все десятки. Мы рассчитывали на рост доллара, его получили. Мы прогнозировали снижение европейской валюты и в итоге евро снова ниже паритета. У нас был расчет ранее на обвал американского фондового рынка, на обвал рынка криптовалют из-за того, что эти сектора коррелируют между собой. В принципе это также и вышло. Что касается рынка драгоценных металлов, ждали повторного теста поддержки 1700 долларов за тройскую унцию и прямо сейчас золото котируется на отметке 1700 долларов за тройскую унцию. Очень хочется верить, друзья, то что вы прислушались к моим рекомендациям, а точнее вместе со мной правильно оценили фундаментальный фон, который на мой взгляд крайне однозначно сигнализировал, подсвечивал вот эти возможности, которые просто нельзя было не использовать, чтобы заработать. Что касается текущей торговой сессии, день обещает быть не таким волатильным, конечно же, как вчерашняя торговая сессия, но расстраиваться не нужно, потому что после вчерашнего релиза по инфляции мы постепенно переключаем свое внимание уже на заседание американского регулятора, которое состоится на следующей неделе. То есть 21 сентября то самое событие, в ходе которого американский регулятор повысит процентную ставку и снова сделает это довольно-таки агрессивно. Что касается текущей повестки экономического календаря, первое, на что нужно будет обратить внимание, это на отчет по рынку по Англии, отчет по инфляции, который выйдет в 6.00 по GMT. Далее в 9.00 по GMT статистика европейского происхождения, в частности, данные по промышленному производству. Без конкретного времени пока что нужно следить за информацией об экономическом календаре. Сегодня еще выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, которая будет говорить об энергетической безопасности Европейского Союза. Тем очень болезненно для ЕС и, соответственно, ее риторика, ее комментарии могут стать источником очередного всплеска волатильности по главному валютному риску. И закрывать торговую сессию будут данные по запасам нефти США, которые выйдут в 14.30 по GMT. Если вспомнить то, как рынок отреагировал на последний отчет от администрации энергетической информации по запасам, можно предположить, что сегодня рынок нефти будет активнее, чем в прошлой, последней торговой сессии. Но, с другой стороны, то, как рынок нефти двигается в последние дни на основании, опять же, ситуации с долларом, новостного фона, я думаю, что волатильности этому сектору точно хватает. И, кстати говоря, именно неоднозначная динамика, повышенная волатильность и движение по 10% вверх и вниз до сих пор меня все-таки держат в стороне от сектора энергетики. И я никак не могу найти хорошую точку входа по бренду и WTI, чтобы рекомендовать непосредственно вам, друзья. Но я думаю, что впоследствии мы найдем. Что касается доллара, давайте начнем с этого инструмента, индекса американской валюты, 109,75 уже в моменте. Доходности американских облигаций котируются на уровне 3,43%. Это многомесячный максимум. И, собственно, как отмечала я вчера, можно смотреть только лишь на динамику роста доходности трежерис, чтобы делать однозначный вывод о том, что произойдет с курсом американского доллара. По поводу статистики по инфляции. Ожидалось снижение с 8,5% до 8,1%. Фактически цифра была 8,3%. То есть инфляция замедлилась, но не так существенно, как могла бы замедлиться, как прогнозировали эксперты на основании снижения цен на топливо на внутреннем рынке. А вот базовой инфляции ожидалось, что она вырастет с 5,9% до 6,1%. Фактически рост оказался более значительным, до 6,3%. И здесь, друзья, нужно делать вывод о том, что базовая инфляция отражает по сути не то, как меняются цены на продовольственные товары, цены на энергоносители, а совершенно за исключением вот этих двух категорий на прочие все оставшиеся группы товаров и компонентов, которые влияют на потребительские цены. Другими словами, столь значительный рост базовой инфляции указывает на то, что инфляция в США могла уже стать самоподдерживающимся процессом, механизмом. И это, пожалуй, очень серьезно для американской экономики и существенная проблема для Федрезерва. Поэтому, если американский регулятор ранее был абсолютно уверен в том, что он не свернет с пути активного повышения процентной ставки, то после вот этих данных по инфляции мы с вами можем обозначить 100% вероятность того, что ставка американского регулятора 21 сентября будет повышена на 75 базисных пунктов. Но я предлагаю вам пойти еще дальше и допустить, что после такого скачка базовой инфляции американский регулятор на следующей неделе будет уже думать между повышением ставки не на 50 или на 75 базисных пунктов, а между повышением ставки на 75 базисных пунктов и на 100. И, наверное, самый фанатичный покупатель доллара во мне говорит о том, что это решение может все-таки предполагать рост ставки сразу на 1% пункт, то есть на 100 базисных пунктов. Это существенное повышение, которое еще не учтено рынком, но я думаю, что постепенно будет учитываться. И в связи с этим я рекомендую удерживать длинные позиции по индексу доллара и ждать уже пробоя теста уверенного сопротивления 110 пунктов и движение выше. Золото 1700 долларов за тройскую унцию. Нет шансов у золота при такой динамике американских казначейских облигаций. Соответственно, следующая цель 1680. Европейская валюта 0,9987. Укрепление доллара. Энеретический кризис. Вчерашняя статистика по бизнес-оптимизму Айфо. Кстати говоря, цифры шокирующие. Просто снижение на 61,9 пунктов. По-моему, хуже были данные только лишь во время кризиса 2008 года. Тогда значение было минус 60. Но сейчас цифры, как вы видите, существенно ниже. Вывод, который нужно сделать. Бизнес-оптимизм, конечно же, остается ниже плинтуса. И бизнес сомневается в том, что предстающую осень и зиму удастся пережить без каких-то существенных экономических потерь. То есть, в целом, немецкий бизнес, в частности, настраивается на дефицит энергии, которая будет образована. Поэтому ранее на одном из последних брифингов я уже отмечал, что примерно 25% крупных немецких предприятий всерьез допускает возможность полной приостановки работы в случае, если стоимость газа продолжит обновлять себя локальным максимумом. Я думаю, что через месяц-два мы будем с вами снова говорить о стоимости 1 тысячи кубических метров газа выше 3 тысяч долларов. А может быть, даже еще и раньше. Поэтому по евро ждем 0,98-0,97. Британская валюта 1,1503. И сегодня, буквально, первый релиз, на который мы обратим внимание, будут данные по инфляции в Англии. С начала этой недели у нас был опубликован слабый отчет по ОВП, провальные цифры по промышленному производству, вчерашние данные по рынку труда. Первичные заявки на пособия безработица выросли на 6,3 тысячи, в то время как прогноз был сокращение, снижение на 10 тысяч. То есть, все сектора – плохая статистика. Сегодня мы увидим более высокие значения по индексу потребительских цен. Но я полагаю, что нужно будет делать вывод не о том, что более высокая статистика по инфляции, более высокие цифры по инфляции – это залог активного повышения ставки по Англии. Нужно будет делать вывод о том, что при такой инфляции рецессия в британской экономике произойдет гораздо раньше, чем прогнозировалось. Поэтому в этом я считаю, что лучше искать негативные факторы и ждать, соответственно, британскую валюту уже в районе отметки 1.10. А я американский фондовый рынок 3937 – это S&P. Цель 3800 – 100, а 37 пунктов остается до целевого ориентира. Я думаю, что мы его сделаем еще до заседания американского регулятора. И биткоин, который сейчас котируется в районе 20 с небольшим тысяч, цель – 18 тысяч. То есть снижение всего, что имеет отношение к риску. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.